В комментариях под нашим видео «Идеальная жена» многие наши подписчицы просили нас сделать ролик об идеальном муже. Говоря об идеальном муже, конечно же, в первую очередь мы вспоминаем слова посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям. «Лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к своей семье, и я лучший из вас своим отношением к семье». Давайте вспомним некоторые хадисы о взаимоотношениях пророка, алейиссаляту вассалям, с его женами. Передают, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, брала чашку, чтобы выпить напиток, а посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, брал эту же чашу и искал то место, которого касались губы его любимой жены Аиши, и ставил свои губы именно на это место, чтобы прикоснуться своими губами того места, которого касались её губы. Также передают, что Аиша откусывала что-то, а посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, брал это с её рук и откусывал с того места, откуда откусывала его любимая. В те времена в арабском обществе было непозволительно мужчине принимать пищу, сидя вместе с женами и с одной посуды. Пророк А.С. также кормил своих жен со своих рук, и они кормили его. Сообщается, что Аиша, да будет довольна ее Аллах, пришла однажды к пророку А.С. и принесла с собой еду, которую приготовила для него. Аиша сказала Сауди, ешь. А в это время пророк А.С. находился между ними. Но Сауда отказалась. Тогда Аиша сказала, ты покушаешь непременно, или я испачкаю твое лицо. Но она опять отказалась, и Аиша, погрузив свою руку в еду, измазала ее лицо. Пророк же А.С. стал смеяться. Затем он, поставив сосуд перед Саудой, сказал, измажь ей лицо. После чего пророк А.С. стал смеяться из-за того, что сделала Сауда. Посланник Аллаха А.С. шутил и играл со своими женами. Он соревновался с Аишей. Сколько лет тогда ему было? Ему было за 55. Какой 55-летний мужчина может сейчас бегать и соревноваться? Он был мягок и поддавался, давал ей выиграть. Затем через несколько лет он вновь предложил ей побегать на перегонки и опередил ее. Затем рассмеялся и сказал, это тебе за тот раз, когда ты меня опередила. Пророк А.С. признавался в любви своим женам. Рассказывает, что Аиша, да будет довольна ее, Аллах, спрашивала его, о посланник Аллаха, ты меня любишь? Да, Аиша, конечно, люблю, отвечал пророк А.С. Аиша хотела знать больше, как он ее любит. И посланник Аллаха А.С. отвечал сильно и крепко, как узелок веревки. А затем Аиша часто спрашивала, о посланник Аллаха, в каком состоянии узелок? А посланник Аллаха А.С. всегда отвечал, так же, как в первый день. Как-то раз, когда абиссинцы играли копьями в мечети, посланник Аллаха А.С. пригласил с собой Аишу, да будет довольна ее, Аллах. Это был праздничный день. Посланник Аллаха А.С. спросил Аишу, не хочет ли она на них взглянуть. Она ответила, что хочет. Тогда он поставил ее позади себя и наклонил плечо так, чтобы ей было видно. Аиша, да будет доволен ее, Аллах положила голову ему на плечо, прислонившись лицом к его щеке, и так и смотрела, выглядывая из-за плеча. Каким же прекрасным мужем он был. Так же передается, что он, А.С., помогая своей жене Софии взобраться верхом на коня, подставил свое благословенное колено под ее ногу. Мы можем привести очень много примеров того, как пророк, С.А.С., прекрасно обходился со своими женами. Он был идеальным мужем. Дорогие братья, будьте романтичными. Дарите подарки и цветы. Подарки усилят любовь между вами. Одна мелочь может порадовать твою жену на целый день. И она ответит тебе тем же. К тому же передается, что посланник Аллаха А.С. сказал. За доброе и ласковое отношение к супруге – особая награда. Купи свечи и устрой ужин при свечах. Проведи с ней вечер под лунным светом. Хвали ее. Если она приготовила тебе еду, если даже она тебе не понравилась, хвали. Скажи, как вкусно и восхитительно. Мелочи играют большую роль. Они оказывают большой эффект на твою жизнь. Далее. Нам, мужчинам, следует помнить о правах наших женщин. Они – цветы исламы. Так же они – рабыни Аллаха. У них есть свои права. Не приходи домой надменно, не говори, где еда, почему ты это не сделала. Ты ничего не делаешь. Они не должны ничего делать ради тебя. Они не обязаны. А мы привыкли бить по столу со словами «принеси это, принеси то». Давайте оставим свою гордость и хоть раз сами угостим наших жен. Когда мужчина преподносит чашку воды к своей супруге, ему за это пишутся награды. Говорит посланник Аллаха. Еще один момент – это то, что мы часто забываем, что жена не обязана работать, даже убирать за тобой чашку. Она не обязана стирать твою одежду или убирать твой дом. Это не ее обязанности. Если хочешь, чтобы кто-то сделал это для тебя, то найми работника. Однако, если она делает это для тебя, то это от ее милости. И она получит вознаграждение за это перед Аллахом. Это добровольное действие для нее, а не обязательное. Она может это делать, если хочет заработать довольство своего мужа. А что довольство мужа для жены? Довольство мужа – это довольство Аллаха. И недовольство мужа – это недовольство Аллаха. Но это не является обязательством для нее в браке. Пророк Алейхи Саляту Ассалям сам делал все эти дела для себя. И поэтому, если муж приходит домой, и его жена приготовила ему еду, то он должен быть благодарен. Она держит дом в чистоте и заботится о твоих детях, она заботится о твоей чести и репутации, и это нелегкая работа. Братья, не возлагайте на них много ответственностей и будьте благодарными. По возможности помогай ей, говори приятные слова и комплименты, покупай подарки, показывай ей свою благодарность, к тому же она мать твоих детей. Заботься о её здоровье, покажи ей её значимость и важность. Спрашивай её об её чувствах и волнениях, не обесценивай её заслуги, закрывай глаза на её мелкие недостатки. Не упрекай, а помогай становиться лучше и поддерживай. Женщины нуждаются в постоянном подтверждении о их красоте и желанности. Они нуждаются в том, чтобы постоянно знать, что мужья их любят. Не заставляй её чувствовать себя некрасивой или нежеланной. Не хвали перед ней других женщин, не сравнивай её со своей матерью и с другими женщинами. Вместо этого поощряй её хорошие качества и мягко направляй её, когда она ошибается. Далее хочется отметить некоторые жизненные ситуации. Одна из них – это жадность мужей по отношению к женам. Посмотри, у тебя хороший телефон, ты красиво одет, несколько раз в неделю ты встречаешься с братьями в кафе или в ресторане, но как только жена заговорит о том, что ей нужно немного обновить свой гардероб или вообще что-то купить, то ты в ту же секунду напоминаешь ей аяты и хадисы об оставлении мирской жизни. Субханаллах! Не будьте такими, о братья! Посланник Аллаха Алейхи Саляту Вассалям сказал, когда мужчина расходует что-то на свою супругу, ради Аллаха, это ему записывается как садака. Ещё одна проблема, о которой упоминают женщины, это то, что мужья не ухаживают за собой, за своим внешним видом. Пророк Алейхи Вассалям всегда выглядел опрятно, его борода была ухоженной, а зубы были белоснежными, он всегда благоухал приятными ароматами. Посланник Аллаха Алейхи Вассалям говорил, чистота – половина веры. Видите, братья, от того, что мы не стараемся походить на Пророка Алейхи Саляту Вассалям, страдают наши жены. А также бывают мужчины, которые берут в жены соблюдающих покрытых сестёр, до брака показывают себя супер-религиозными, а после заключения брака не могут отстоять хиджаб своей жены под гнётом родителей и родственников. Причём это одна из многих проблем, и не самая большая из них. Тема конфликтов между невесткой и свекровью требует разбора, ведь каждый случай индивидуален. Главное это то, что в таких конфликтах нужно оставаться справедливым и не вставать на чью-либо сторону с закрытыми глазами. Ещё одна частая ошибка мужей – это не участвовать в уходе и воспитании своих детей. Некоторые думают, что если они работают, то весь остальной быт и воспитание детей можно без угрызения совести повесить на плечи жены. Братья, вы тоже являетесь таким же полноценным родителем, и вы обязательно должны участвовать в воспитании своих детей. Есть ещё очень много проблем, которые нужно отметить, однако невозможно их всех охватить в одном видео. В заключении посоветуем братьям взвешивать свои дела на весах шариаты. Пусть Аллах сделает нас похожими на посланника Аллаха алейиссаляту ассалям. Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова